Приветствую всех, мои дорогие друзья, с вами Асина и Малютка Френ. Вместе с этой милой девочкой мы продолжаем погружаться в глубины безумия, которая овладела ее сознанием. Нечаянно совершенно за кадром нажала на лестницу, выскочила грозная медсестра и отчитала за то, что находимся вне палаты. Но ничего страшного не произошло, теперь наши ноги должны нести нас в столовую. Желтая дверь, путь к свободе. Ограждение закрыто, кажется я не видела его открытым, даже когда я сюда приехала, ведь я этого не помню. Френ действительно без сознания привлокли сюда. Сэр Освальд Гаррисон, бородатый старик. Интересно, почему он построил это место? Может у него был безумный ребенок и он хотел от него избавиться? Желтая дверь, это мой путь наружу, я должна открыть ее, но как? Фил сказал, что кабинет доктора это ключ. Интересно, для чего этот мигающий огонек? Очень гипнотизирует. Жаль, что я не могу его выключить. На том указателе видно, где в клинике что находится, но он не показывает, насколько это место ужасно. Он должен гласить, добро пожаловать в ужаснейшее место в мире. Приемная, здесь всегда можно найти медсестру. Я могла бы улыбнуться и попросить медсестру открыть ограждение, но ведь они по-настоящему думают, что я сумасшедшая. И в подтверждение слов Френ мы съедим красную таблетку, потому что вдруг эта дверь окажется открытой или еще произойдут какие-то неизъяснимые изменения. Да, все стало еще хуже. Эти часы звучат странно. Кажется, они шепчут прямо мне в ухо. Я не могу понять, что они говорят. Эй, там наверху, мисс! У вас очень красивое платье. У моей мамы тоже были красивые платья. И хочу заметить, что это платье действительно похоже на платье ее матери. В начале показывали ролики, цвета хотя мы не видели, но все равно. Кровоточащие часы. Будто время сломалось и остановилось. Эти часы угнетают. Интересно, почему он построил это место? А, понятно. Насчет Освельда ничего не изменилось. Да и тут тоже, собственно. Этот глаз похож на глаз мистера Полночь. Возможно, потому что его время на исходе. Мой бедненький котик, я должна тебя найти. Что за мясокомбинат? Ну, если мы решили прийти сюда под таблетками, то и осмотримся здесь. Фу, хрустящая свиная голова. Можно подавать на стол. Интересно, кто стал бы это есть? Я думаю, мой котик бы этого испугался. Мне всегда вспоминается одна маленькая история. Вот, действительно, краткая история во время игры. Когда мне было где-то 10-11 лет, я довольно часто приезжала летом на дачу. Она у нас находилась в деревне. И у меня были подружки-соседки. Бабушка у них жила в деревне постоянно. И, собственно, держала там свинью. И Таня, одна из моих подруг детства, рассказывала, что как-то они приезжали зимой. И бабушку эта свинью как раз-таки лишила жизни. Для того, чтобы приготовить праздничный ужин на 31 января. И Таня не забудет никогда, как она шла по террасе. Темной, темной террасе. Ночью холодно, мороз. И на столе просто пустая абсолютно терраса. Один стол, и на нем покоится свиная голова. Вот почему-то, не знаю, всплыла эта история в моей памяти. Продолжим. Мистер Хрюшка голый. У мистера Хрюшки нет крыльев, чтобы улететь. Здесь я не увижу летающего мистера Хрюшку. Меня поражает то, как она относится к происходящему. Интересно, какая это часть тела? Липкие кровавые части. Я не хочу это трогать. Ты берись до ключа. Ну ладно, пора в реальность. Хотя реальность ли это? Тоже большой вопрос. Дядька какой-то сидит у нас с газетой. Клиника Освальда. Главврач детской психиатрии доктор Марсель Дирн. Это как раз-таки, по-моему, кабинет нашего доктора. Пациент Энни Шульц, Дэмиан Гольцман, Фил Марк Брайнстон. Как раз-таки Фил с нами разговаривал в предыдущей части, предыдущей серии. Чарльз Хигг, Фрэн Боул. И почему-то галочка не стоит. Джейсон Кох, Лизбет Морк. А, это посещение отмечается. Конечно, прочитаю в последний момент. Эй, держись подальше от кабинета. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Я не могу добраться до этих крошечных окон. Я могла бы пойти и посмотреть в другие окна. А вот и ключ. Должно быть, это ключ от кабинета. Но как мне его достать? Эй, на что ты смотришь? Ключ. Ключ, вы дадите его мне? Конечно, я могу дать тебе ключ, если ты меня поцелуешь. Что? Поцелуй свою задницу. Поцелуй, вы серьезны? И тогда вы дадите мне ключ? Конечно, садись мне на колени. Ну, опять же, эти самые подтексты, довольно много всевозможных скандальных историй было связано с охранниками в детских клиниках и психиатрией, не только психиатрией. Я думаю, не стоит вам рассказывать про то, что такое педофилия. И то, что это очень-очень-очень-очень серьезное психическое заболевание. И очень-очень-очень-очень плохо. Я убью вас. Умри с ананасом. Никогда! Ты омерзителен! Я убью тебя, если ты ко мне прикоснешься. Так-то ему и надо. Ну, ты какой-то совершенно странный человек. Если я вызову скорую, они вряд ли мне помогут. Этот стол совсем неинтересный. Я не хочу приближаться к этому охраннику. Постараемся к нему не приближаться. К сожалению, конечно, это придется сделать. Ты кто такая, милая мисс втыкающая? Привет, ты в порядке? Что все это значит? Я просто хотела узнать, все ли в порядке. Не хочу говорить. Доктор вскроет тебе череп, если ты не уйдешь. Он любит есть мозги. Он уже забрал их у меня и съел все мои мысли. Он съел твой мозг? Он съест, ты твой. Я видела тебя в кабинете доктора. Ты была мертва. Тогда я пойду. Надеюсь, ты обретешь новые мысли. Пока. Ну и как вы считаете, что будет на месте этой мадам? Ее мысли съели. Ее мозг. Может быть, ей сделали лоботамию, но судя по тому, как она разговаривает. Мишка, что ты здесь делаешь? Собираешься встретиться с другим Мишкой. Передавай ему привет, когда доберешься. Ужас. И, видимо, вместо этой девочки, на самом деле, в голове уже сидит вот такой монстр. Я посмеюсь над тобой. Я совру тебе. Я спрячу тебя среди теней. Да, да, спасибо, спасибо, до свидания. Хмммм, а тут у нас что? Комната отдыха. Опять эти жуткие, кошмарные, просто невыносимейшие клоуны. Спокойной ночи, блестящие игрушки. Вы видели моего котика? Он самый забавный и умный парень. А он бы вам понравился. Слоун, сэр, вы очень розовый и мягкий. Вас как будто дрессировали в цирке. И ваш живот наполнен любовью. Клоуны на стенах дома безумия. Лучше вам находиться внутри рамы, чем здесь, сэр. Ммм, что это у нас за такой? И трогай, иначе умрешь. Волны, они не работают. Что ты имеешь в виду? Бумага должна работать, как они мне сказали. Ну, что должна делать бумага? Бумага покажет мне картинку в телевизоре. Ясно. Ну, почему она не работает? Волны должны быть сильными. Переключи канал, пожалуйста. Здесь у нас очередная небольшая загадка. И с ней мы, конечно же, разберемся в два счета. Это тоже довольно частое явление насчет как раз-таки белого шума. Ходят городские легенды о том, что некоторые люди могут улавливать микроволны и видеть какие-то определенные вещи посредством этого самого белого шума. И, конечно, это все на грани безумия. Бумажный кораблик, отвези меня на море и дальше. Интересно, этот кораблик может плыть? И если он потонет, я могу утонуть. Я не умею плавать. Господа фигурки, вы поможете мне найти моего котика? Солдат потерял ногу на войне, а ковбой съел принцессу? Фото, конечно, она забавная. Розовый пояс теперь мой. Так, что это у нас за розовый пояс? Пояс от халата полезен, чтобы связать вещи вместе. Хм, запомним, что у нас есть такая интересная приблуда. Итак, тебе надо переключить каналы, да? Хорошо. Он помрачительное зрелище. Я бы даже лучше согласилась смотреть на белый шум, если честно. Он гипнотизирует. Ну, на это, по-моему, он. Мы теряем волны, переключи канал! Хорошо, хорошо. Ну, а это тебе нравится? Не работает бумаговизор, не действует, переключи снова. Бумаговизор. Ну, судя по тому, что парень у нас новостями не увлекается, я так думаю. Думаю, этот канал не подойдет. Ну, тоже замечательное. Прямо-таки канал Discovery. Муравей и шишка. А, вот оно и есть. Как раз-таки, да, белые волны здесь. Он и будет их смотреть, про что я и говорила. Работает, работает! Это чудо, спасибо! Бумагам визор действует! Отлично! Можно посмотреть? Нет, это мое. Если хочешь, возьми бумагу, которая не работает. Спасибо, но ты сказал, что это меня убьет. Я этого не говорил, врушка! Я занят! Проверка бумаговизора в действии! Врушка! Посмотрим, посмотрим, как ты у нас там выглядишь. Ну, теперь я могу писать и рисовать. Бумага в самом деле очень белая. У нас есть бумага, карандаш. Рано или поздно, конечно же, нам все это пригодится. Хочешь помочь мне сбежать? Вместе с твоими большими мышцами и волосатыми руками. Ты сможешь разрушить любую стену. Изабель. Она не проснется. Думаю, она в глубокой отключке. Раз, два, три. Панч. Какая жесть. Опять клоуны сбежали. Заметили? Мне кажется, это к добру не приведет. Нет, они все испортили. Они разнесли твою голову на мелкие кусочки. Пожалуйста, заберите меня отсюда. Пожалуйста, заберите. Смотри на меня. Скажу я, забочусь, а ты умрешь от жажды. Смотри на меня, скажу ты красивый. И дам тебе отраву. Смотри на меня. Скажу я люблю тебя. И научу себя ненавидеть. Жуть какая. Что-нибудь скажешь? Нет. Надо же, канал ты до сих пор хочешь переключать. О, господи, что это? Что, 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 что это? Что это такое? Не нравится мне все это. Я почему-то вижу свое лицо. Очнись, Забель. К тебе прикасается черная тень. Мне кажется, она говорит, что ты скоро умрешь. Ты боишься? Надеюсь, нет. Это произойдет, даже если это тебе не по нраву. О, хочу отсюда скорее уйти. Жуть, жуть, жуть. Просто жуть. Так, мы получили бумагу. Мы получили пояс от халата. И теперь мы идем в столовую. Вот она. Здесь, кстати, достаточно миленькая. Очень симпатичная такая. Не знаю, медсестра это или не медсестра. Наверное, повариха. Настенные часы такие большие настенные. Тик-так, тик-так. С каждым тиком моя жизнь становится короче. Люблю эти небольшие философские подтексты в детских речах. Сигнал странный. Должно быть, потому что мы так далеко от всего. Я правда не понимаю, что они говорят. Посмотрим. Шоколад. Ммм, вкусный. Я не люблю горький кофе. Блюдо дня. Ммм, паста. Привет. Привет, Фрэн. Как ты? Я вижу мертвых животных, мисс. Ты имеешь в виду в телевизоре? Нет настоящих. Забудьте. Очень хорошо, Фрэн. Иди поиграй с друзьями. Ладно, не будем ей докучать. Интересно, пасту приготовили сегодня? Судя по виду, нет. Нет, салат выглядит свежим в кои-то веки. Молочное молоко. Полока у нас кисло, как всегда. Вспоминается, опять же, мне роман Шарлотты Бронте, Джен Эйр. И там в самом начале книги Джен находится в пансионате, в пансионе. В пансионе, по-моему, для девочек, где, собственно, на них экономят самым злостным образом. И подают чуть ли не горелую овсянку. Так что, Фрэн, еще грех жаловаться. Ммм, я представляю, как булочка тает у меня во рту. Здорово, здорово. Утащили себе печеньку. Немного лимонада. Я не настолько хочу пить. Я скучаю по мистеру Полнич. Это все, что я знаю. Ты кто, мой втыкающий друг? Привет. Ты новенький? Я не видела тебя раньше. Нет. Ты с нижнего этажа? Ага. Они думают, что мне уже лучше. Как тебя зовут? Ты можешь меня убить? Пожалуйста. Конечно. Ах, ты мертв. Спасибо. Я не могу сейчас говорить. Я мертв. Забавно, поскольку, конечно, юмор очень черно-детский. Мама любила рисовать розы. Диван создан, чтобы на нем сидели. Я не могу сесть. Диван занят. Пахнет какашками. Мне не нравится эта картина. Будто мистер Освальд смотрит на меня. Мистер Освальд очень старый. Достаточно старый, чтобы быть мертвым. Мистер Полночь, ты здесь? Видимо, нет. Как мне найти своего котика? Прогуляемся. А, хотя подождите. Давайте-ка мы... О, девчонка пришла. Привет, Энни. Как дела? Ты меня не боишься? Нет. Зачем мне бояться? Потому что я умею делать волшебные трюки и могу тебя усыпить. Вжух, и ты заснул. Волшебные трюки? Не знала, что ты умеешь. Покажи мне. Показать? Ну, это очень страшно. Лучше сделай сама. Не могу я не волшебник. Я могу дать тебе волшебную вещь. Правда? Ух ты. Да, волшебную вещь, которая усыпит кого угодно. Это удивительно, мощно и грандиозно. Держи, это подарок. Забирай аккуратно. Хо-хо-хо, волшебная вещь. Ладно, как это работает? Понятия не имею. Спасибо тебе, Энни. Итак, нам дали... О-о-о-о. Я хотела сделать немного не эту, но... Боюсь, что эта симпатичная девочка-повар уже мертва. Ох, нет. Леди-медсестра умерла. Интересно, кто это сделал? Это не я. Оно пахнет очень плохо. Будто этот запах повсюду. Да, уж жутковатенько. По картинам тоже как будто монстр прошелся. Они прячут тебя, потому что любят. Они вредят тебе, потому что ненавидят. Мальчуга, тебя все стыдятся. О-о-о. О, боже, какая гадость. Оно живое. Если бы котик был здесь, он бы напал на это. Надеюсь, оно не станет меня преследовать. Ну, у него нету ручек и ножек, не боюсь. Зато у тараканов есть. Если бы я в своей жизни увидела такого таракана, я думаю... Ой, мой крик разлетелся бы на весь город. Хешмар. Этот праведник взял всю твою одежду. А как прекрасные эти розы, правда? Твоя мамочка тебе не верит? Эти тени как будто нашептывают что-то самое ужасное в жизни этих детей. Может быть, собственно, они являются катализатором для того, чтобы они сходили с ума. Пожалуйста, скажи, что ты меня слышишь. Почему рядом с тобой тоже есть существо? Оно смотрит на тебя, возможно, хочет тебя съесть. И, конечно же, я думаю, вы заметили. Никакого существа рядом с нами нету. Мы как будто бы даже в здравом рассудке, в отличие от всех остальных. Ну, тут хотя бы все более или менее мило. Пташка, ты мне нравишься? Хотела бы я, чтобы ты забрала меня отсюда. Сможешь? Улетай, чего ты ждешь? Я не хочу это, я не голодна. Думаю, если Дэмиан ест пасту, она не так уж и плоха. Ну и в окошко давайте посмотрим. Тут все та же детская площадка, да. Мы уже были здесь. Энни любит лакать молоко, как котик. К сожалению, она не мой кот. Я буду по ней скучать. Сомневаюсь, что она меня вспомнит? Это та девочка, которая нам пилюлю дала. Эта дверь всегда закрыта по ночам. Я не могу выйти и поиграть. Ну-ка, пообщаемся с вами. Не беспокой меня, уходи, я ем. Ну ладно. Не трогай мой меч. Я не знала, что он твой. Ты должна склониться и говорить четче, я твой король. Что? Ты не король. Я единственный король всей вселенной. Склонись передо мной. Я склоняюсь перед вами, сэр. Очень хорошо, дитя. Какова цель твоего визита? Мне нужна твоя трость. Какая трость? Ты имеешь в виду мой меч? Да, ваше высочество, ваш меч. Ваше величество, кстати, надо говорить. По отношению к королю. Что я получу взамен? Все, что пожелаете, ваше высочество. Принеси мне замок и коня. Только тогда я дарую тебе свой меч. Ой, простите. Играя голосами, конечно, из-за горла начинает тебя ненавидеть. Итак, я думаю, все прекрасно помнят, что когда мы заходили в туалет в прошлой серии, на зеркале было написано, с другой стороны зеркала, король любит рисунки. Перед нами, собственно, его величество, король всей вселенной. Он любит рисунки, и мы должны принести ему замок и коня. Конечно, сделать это просто невозможно. Что мы делаем? Мы рисуем. Нет, мы рисуем, мы не занимаемся тем, что я хотела произвести сейчас. Вот ему и замок, и конь. Я нарисую что-нибудь особенное для короля. Отлично. И, кстати, если у нас есть снотворное, то, конечно же, у нас есть еще и булочка. Не знаю, я такого не делала, сейчас будем пробовать кого-нибудь успеть. Ну что? Счастья в этих безумных глазах невероятное количество. Это прекрасно, именно об этом я и мечтал. Можешь взять мой меч, он твой. Спасибо, ваше высочество. Точнее, величество. Так, у нас есть палка, у нас есть... У нас есть палка, у нас есть крюк. Здесь надо что-то объединять. Ну, собственно, да. Крюк с палкой. И нужно чем-то их связать. Понятно. И делаем вот такую вот интересную конструкцию. Теперь я могу далеко тянуться. Хвататель 2000. Прям как... Как было у Гарри Поттера. Нимбус 2000. Но у нас есть бодрствующий охранник. И это вызывает некоторый ряд проблем. Но у нас есть снотворная булочка. Давайте пихать булочку ему в рот. Смотрите, булочка, ешьте. Я не настроен принимать что-то от тебя. Вы пожалеете об этом, она очень вкусная. Хорошо, оставь ее на столе, я съем позже. Возьмите прямо сейчас, она очень свежая, прямо из печи. Хорошо, я попробую булочку. Ух ты, мы получили достижение. Клево, клево, клево. Спящая принцесса. Здорово, здорово. Я так не делала, кстати. Здесь есть второй способ обрызгать его кофе. Он более такой муторный, потому что необходимо еще раз там в столовой поболтать. То есть с тем, то с этим. Выслушать разговор двух медсестер. А тут вот так вот мы усыпили этого злодея. И ключ наш. Здорово-то как. Попался, теперь я могу открыть кабинет. Кабинет, друзья мои. Надеюсь, будет спать он долго. Конечно, это все жутко сказочно. Ни одно снотворное так быстро не работает. Хотя бы даже пять минут должно пройти. Интересно, что люди делают на таких собраниях? Октябрь и ноябрь. Думаю, мы сейчас в октябре. Какой крошечный текст. Размышления мистера Дирна. Хм. Вы не одиноки? Присоединяйтесь. Клиника Освальда. Хм, конечно. Кот. И другие важные сведения. Наконец-то. Я видела это раньше. Что это значит? Пентаграмма. Тем более такая, как будто бы ритуальная. Интервью доктора Дирна о работе с детьми. День тестов. День тестов всю неделю. Какой милый рисунок. Хотела бы я так рисовать. Я бы не сказала, что психиатр какой-то жуткий, кошмарный человек, учитывая по тому, как выглядит его кабинет. Но мало ли что, мало ли мы найдем какие-нибудь тайны. Я люблю. Я люблю открывать письма, но они не для меня. Все те же книги. Интересно, чья это голова? Желтая пишущая машинка. Я могу написать письмо тети Грейс. Дорогая тетя Грейс, заберите меня отсюда, пожалуйста. Зрение, вкус и слух? Я изучала что-то такое в школе? Я не помню всего. Мозг такой сложный. Я даже не понимаю всех своих мыслей. Думаю, никто полностью не понимает. Никаких картинок или веселых загадок. Мистер Полноч мог бы рассказать мне загадку. Он их любит. Мне неинтересна эта книга. Ммм, доктор съел яблоко? Я бы могла надеть это как шлем и избежать травм. При... При чем? При обмороке. Но мои волосы так хорошо справляются. Всегда хорошо иметь лишний ключ. Ключ не знаю даже от чего. Лишний ключ, я нашла его в кабинете. Ну видите, почему мне очень нравится подача здесь собственно сюжета? Она идет с точки зрения ребенка. Лишний ключ. Конечно же взрослый постарался бы выяснить, что это за ключ. И как-нибудь его охарактеризовал. Иначе, а не просто лишний ключ. Доктор Марсель. Сигнализация отключается в панели безопасности приемной. Желтая дверь будет открыта в течение двух минут. После чего сигнализация активируется снова. И код сигнализации. Это у нас загадка, но мы пока ее отложим в сторонку. Потому что что у нас есть? Есть еще много помещений, где можно осмотреться. Я ненавижу эту кушетку. Я не лягу здесь. Я столько раз здесь плакала. Та-да-да-дам. Ой, это же сама Фрэм. Кошмар. Эта мертвая девочка немного похожа на меня. Я вижу странные вещи под успокоительным. Но я не мертва. И я могу дышать, говорить и все прочее, что может живой человек. Даже когда твои глаза открыты, ты не можешь понять. Когда твои глаза кровоточат, ты не можешь почувствовать. Не скрывай то, что болит. Пусть это причинит тебе боль. Все, до свидания. Я не хочу здесь быть. Фил? Забытая девочка весь семьи и кота. Умрет, когда взойдет луна. Что ты имеешь в виду? А? Не стоит кричать. Если меня здесь найдут, я влипла. Куда я делаю ключ? А, Фил, пожалуйста, выпусти меня. А, чудо-то какое. Итак, у нас есть еще какой-то дополнительный ключ. Давайте попробуем использовать его. Этот ключ не подходит. Весело-весело. Вот Фил. Может быть, здесь есть что-нибудь? Кто-то милостивый, прекрасный, скелетошный ручкой решил раскрыть нам дополнительный проход. И только в параллельной реальности. И дверь пропала. Спасибо тебе. Так. Вентиляция. Возможно, это мой путь к свободе. Интересно, Фил знает об этом? Фил маленький злодей. Вы только посмотрите, что он сделал. О, эта крыса сильно ударилась головой. Нужно дать ей шлем. Жуткая жуть. Я просто продолжу идти и идти. Думаю, не продолжишь. Это как Алиса, которая упала в кроличью нору. Боже, где я? Думаю, мне придется это выяснить. Как будто бы какая-то подсобка. Швабра. Отличный партнер по танцам. Мистер Полночь ненавидит швабры. Он всегда пытается их убить своими свирепыми лапами. Наверное, родители гоняли мистера Полночь. Этими швабрами. Даже я, если честно, периодами могу выковыривать своего старшего кота из-под дивана таким образом. Потому что он может там заседать долгое время. Вообще, чуть ли не часами. Берешь швабру и выковыриваешь его из-под дивана. Ха! Чистящие средства! Ими следует почистить наши туалеты. Губки, мочалки и тысячи химических средств. Не думаю, что они мне понадобятся. Нет воды, чтобы помыть руки. Так, что у нас здесь есть еще полезного? Мы, конечно же, поднимемся, наверное, сюда. Под изеялом ничего нет. Странная и ржавая. Думаю, мне есть тебе поспать, если я найду выход. Тьфу! Теперь я не могу вернуться. В любом случае, если я вернусь, я знаю, что найду. Ты найдешь выход, Френ? Я не должна бояться всегда двигаться вперед. Хм. Коробка открыта. Посмотрим. Дуатин. Наши таблетки, кстати говоря. Перчатки ни о чем не говорят. Все медсестры их носят. Пациент. Трали-вали-трали-вали. Наша текущая цель. Цель реагирует положительно. Расширяем спусковую железу. Повысить уровень эктопломатина до 1700. МКГ. Замените контейнер, чтобы он выглядел как утвержденный дуатин. Нам дают запрещенные лекарства. Желтые таблетки, ха! Они выглядят веселее, чем красные. Интересно, почему мне дают красные таблетки вместо желтых? Возможно, у них закончились цвета. Ха! Плохие таблетки. Я приму их просто, чтобы найти котика. Я думаю, я брошу, когда найду мистера Полночь. Или пока не приму их все. Мы точно принимаем какие-то очень запрещенные препараты. Поэтому съедим-ка еще одну таблетку. Сие не пропаганда, сие вынужденные меры для нас. Ничего особенного, просто головы. В этом месте можно действительно потерять голову. Надеюсь, я убегу прежде, чем потеряю свою. Закрыто. Я могу попробовать снова и снова. Она закрыта на веки вечные. Но у нас же всегда есть какой-то ключ. Если ты будешь бороться, ты узнаешь, что это был я. И я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страдать. Если ты посмеешь ослушаться, твой кот будет обречен. Мой дорогой котик, мы скоро снова будем вместе. Я обещаю. Я скучаю. Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе, моя дорогая. Я так по тебе скучаю. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер Полночь. В конце лабиринта, мрмяу Фрэм. А лабиринт был нам виден из окна, если вы не запамятовали. Поэтому нам точно пора выбираться. Монстр не отпустит меня домой. Но если найти лабиринт, возможно, я смогу отыскать мистера Полночь. Полночь вверх Фрэм, снова к этой заветной двери. Так, на сим, я думаю, мы на сегодня закончим и встретимся уже в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, если вам данное прохождение нравится. Да и мне безумно приятно проходить эту игру, хоть она и жуткая в некоторых местах, но очень-очень-очень глубокая. А я люблю вещички со смыслом. Что ж, с вами была Осина и, конечно, Фрэм. Так что, до новых встреч. Всем пока-пока.